Формула успеха Сегодня у нас в студии замечательный гость, известный христианский исполнитель, певец, музыкант Виталий Ефремочкин. Добро пожаловать, Виталий. Мне очень приятно с вами сегодня общаться. Добрый день. Для меня большая честь сегодня быть с вами здесь. Спасибо вам, что пришли. И говорим об успехе, о призвании. Об успешном призвании можно по-разному формулировать. Но ясно одно, что когда человек находит свое призвание, он действительно находит свой путь в жизни. Это тот вектор, который определяет эту жизнь. У вас это произошло однажды. Как это произошло? Поделитесь, пожалуйста. Было ли это ясно и четко? Или же вы в таком неком поиске были, искали ответа у Господа? Как это было у вас? Я думаю, что всегда есть в жизни время, когда человек находится в поиске. Благодаря этому он, в принципе, и находит. Для меня было важным, когда я пришел к Богу, я помню первые дни, я смотрел на таких, как я. Я был подростком, я смотрел на подростков, и мне казалось, вот все они слышат Бога. Все кроме вас, да? Да. И, наверное, это хорошо, что мне так казалось, потому что вот это чувство, оно во мне родило ревность и жажду. Мне хотелось тоже услышать. Я смотрел, думаю, особенно, знаешь, когда спрашиваешь, вот сколько ты уже с Богом? И тебе он отвечает, я уже пять лет. Он говорит, ой! Он говорит, столько откровений, да? Вау! А я в усть, а я только два месяца как покаялся. Я смотрел, я думал, Господи, вот, ну я тоже хочу. Ну, я же не какой-то странный, я хочу тоже. Я понимал, что Бог реален. И мне хотелось Его слышать, мне хотелось понимать, что Он для меня приготовил, какой путь Он избрал для меня. Мне это настолько было интересно, что я жаждал и просто сидел, молился один на один. Здесь не нужно искать в таких ситуациях руку какого-то помазанника или еще что-то. Здесь нужно искать Бога. Его лично. Да, просто искать Бога. Ты и Бог. Один на один. Я помню, я сидел на лавочке один, где-то там, это я был в лагере христианском, и шла где-то репетиция к служению. Я сидел и говорил, Господи, я так хочу Тебя услышать, так хочу Тебя почувствовать. В тот момент я почувствовал, что что-то меня касается. Я ощутил это физически. Вот как будто кто-то подошел сзади и вот так обнял. И я на секунду замерз. Я понимаю, что вот никого нет рядом, но меня кто-то обнимает. И это хорошее чувство. И вот с тех пор я стал по-другому вот ощущать, я стал понимать по-другому. Я вдруг понял, что Бог, во-первых, я понял, что Бог, Он многогранен. Вот что Бог, это не личность, как человек, который способен говорить только своим ртом. И все. Ну, назовем так. То Бог, Он намного больше. Потому что, когда я читал потом Библию, я смотрел, с кем-то Он говорил через дуновение ветра, с кем-то через огонь, с кем-то через сны, с кем-то через человека давал. То есть путей множество. И я понял, что я не должен диктовать Богу, как говорить, а я должен искать, как Он мне говорит. И вот это было важным для меня, и поэтому, когда я стал получать откровение от Него, я стал понимать, вот это мне Бог говорит, я должен делать вот это, я должен делать вот это. Ведь как написано в благословении, 2-й законе, 28-я глава, сказано, если кто будет слышать голос мой, вот это для меня было переворотным. То есть условие стоит-то в том, что я должен Его слышать, а не приходить Ему и постоянно говорить без умолку. Как у нас люди бывают, зашли в тайную комнату, вышли. Список таких, да? Да. Ну что? Но ведь смысл-то заключается, ну, во-первых, Библия говорит, что Бог знает наши нужды наперед. Он знает. Вот. И также, даже если кто-то скажет, ну, это Ветхий Завет, мол, второзаконие. Это же основание. Но в Новом Завете-то сказано, ищите прежде царство. А все написано, не заботьтесь. То есть о проблемах не думай. Думай о том, чтобы найти Его Царство. И тогда, когда ты ищешь Его Царство, и Дух Святой на тебя сходит, в этот момент начинаешь что-то меняться. Он тебе дает мудрость, потому что Библия говорит, что Бог источник мудрости. Поэтому Он дает тебе. Когда я понял, что мне нужно слышать, что Бог говорит для меня. Мне еще, кстати, читая второзаконие, я получал откровение в одном слове. Написано, если кто будет слушать заповеди мои, которые заповедуют тебе сегодня. Вот для меня как-то было переворотным. Я долго читал, это не замечал, а вдруг как-то для меня вот коснулось. Сегодня у Бога есть для меня заповедь. Вот сегодня у Него есть для меня заповедь, чтобы я вошел в благословение. И я понял, что мне нужно ее услышать. Поэтому для меня было это важно. Я думаю, что, наверное, это и есть переворотное в моей жизни. С чего все началось. С чего все развернулось. Я понял, что мне нужно следовать за Его откровениями. Вы всегда хотели петь для Господа. Вот как у вас это все получалось? Как приходили песни? Я понимаю, что, наверное, много раз вам задавали такие вопросы. Я уверена, что нашим зрителям все равно будет это интересно. Ну, я пел с детства вообще. Я пел с детства, еще с самого рождения. У меня уже была тяга к этому. Я не вырос в верующей семье. И я поступил в музыкальную школу. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано. В 10 лет я пел в оперном театре в хоре мальчиков. Потом в 16 лет я играл на барабанах в астрадно-юношеском оркестре. То есть много разных путей. И знаете, как в жизни подростков, когда подросток вырастает, вот этот период, когда ты со школы выходишь дальше, как бы во взрослую жизнь, но давайте согласимся, это еще далеко не взрослая жизнь. Но в тот момент каждый подросток, во-первых, думает, что он все знает. И мне казалось, я все знаю. Я же был подростком, ничем не отличался ни от кого. Поэтому, естественно, я завалил всю свою учебу, все, что можно, я позавалил. И в 17 лет я встретил Бога. А потом, спустя время, я как-то услышал от своей мамы такую историю. Когда я завалил... Ну, получилось так, я поступил в музыкальное училище и стал прогуливать. Ну, как все подростки. Стал прогуливать. В итоге я просто вынужден был забрать документы, потому что я просто не учился. И тогда, когда забирал документы, моя мама мне призналась уже спустя годы. Она говорит, я тогда... А она неверующая. Вот в тот момент была вообще неверующая. Она говорит, я тогда просто обратилась к Богу. Сказала, вот ты ему дал этот дар? Ты дал ему этот талант? Ну, как бы вот прошел такой путь. Музыкальную школу прошел, там все вот эти вещи. Говорит, я старалась, все. Вот ты дал талант? Вот если не получится, пусть, значит, хотя бы как минимум, пусть он, значит, тебе служит. Ну, чтоб не было это вот бездарно. Мама простой молитвой помолилась. Казалось бы, да, вот простая молитва матери, но она была, наверное, неким пророчеством в этот момент. Да, в вашу жизнь. Слава Богу, это удивительно. Виталий, какие чудеса связаны вот с вашими песнями, с вашей жизнью теперь? Вот вы оглядываетесь, да, на тот путь, который вы прошли и проходите сейчас. Вот как Господь действует через творчество, через ваше творчество? Господь очень сильно действует. И мне это очень нравится. Я восхищаюсь тем, как действительно Бог действует. Потому что даже когда ты представляешь себе, все равно в итоге получается больше. Вот Бог, он настолько широк. Я помню 2004 год. Я нахожусь в библейской школе. Меня только назначили лидером прославления. Я понял, что мне нужно строить служение с правильного основания, с фундамента Слова Божьего. Я поехал сесть с семьей на библейскую школу, чтобы свое мышление поставить правильно. Я это вот как-то на интуитивном уровне я понимал, что на пустом основании не получится построить ничего. И мы поехали на библейскую школу. И тогда я искал Бога, чтобы получить откровение, что мне делать. Вот что я должен делать. Бог дал мне серию откровений. Несколько пунктов. Я помню, я взял листик бумаг и записал все. И один из этих пунктов выглядел таким простым пунктом. Бог мне сказал, ты должен записывать диски, альбомы. Ты должен выпускать песни. Я помню, я сидел и думаю, господи, ну как бы денег у меня нет. То есть пойти в студию заплатить, чтобы все записать, нет. Знаний пока еще нет. Песен даже особо нет. А Бог сказал, ты должен делать. Но я же ревну о том, чтобы делать. Я говорю, Бог, зачем? Ну это нормальный вопрос. Зачем я должен это сделать? Бог говорит, а я через диски, через то, что ты будешь делать. Я зайду в те дома, куда ты не можешь зайти. И буду там делать свою работу. Тогда я это услышал в духе, я это принял. Я принял. То есть что я должен делать? Я должен записывать диски. Это я принял. Это моя обязанность. То есть Бог меня попросил, я это делаю. Я стал изучать все в этой отрасли. Я стал изучать студийную деятельность. Ничего не знал. Все начиналось с нуля. Мне друг в церкви привез какой-то компьютер домой. Первый мой компьютер. Я никогда не был у меня компьютера. Я не знал ничего. Но потихоньку, потихоньку я обучался. И стал делать первые записи. Прошло несколько лет. Я старался. Я каждый год выпускал какой-то альбом. Прошло несколько лет. И я говорю, Господи, вот ты сказал делать, я делаю. Дай мне увидеть что-то. Плоды, да? Да. Иногда тебе нужно какое-то подтверждение, чтобы идти дальше. Да, да. Как бы не впустую. Это может быть мне показалось что-то. Может уже не туда идут. Да. А может просто я придумал себе это откровение. Вот. И я говорю, Господи, покажи. И раз, мне начинают свидетельствовать со всех сторон. В Бразилии меня слушают, в Испании меня слушают, в Израиле меня слушают, в Америке меня слушают. То есть, с разных стран, то есть, где моей ноги не было и близко. Я вау. То есть, это было подтверждение. Классно, смотри, Бог действительно вошел в дома. То есть, я не смог, но через диски Бог, благодаря моему служению, благодаря тому, что я выполняю, Он зашел в те дома, Он делает свою работу. Вот. И проходит еще какое-то время, то есть, ну, я довольный, продолжаю записывать диски. Проходит период. А я сижу и думаю, подожди, ты сказал, что ты что-то там будешь делать. Что ты сказал, не просто войдешь, но ты там будешь что-то делать. Говорю, Господи, вот бы знать, ну, хочется, ну, реальных, да, каких-то вещей. Реальных чудес, да. Да, вот так, чтобы сказать, ааа, вот, да. Это нормально, ну, это здорово. Я обратился к Богу, я стал молиться, говорю, Господи, покажи мне. И Бог, Он меня не заставляет ждать, Он молчащий Бог, да. Он стал мне присылать, мне люди стали присылать свидетельства, притом очень разные свидетельства. Одна сестра мне присылала такое свидетельство, написала, мы не знакомы с ней, она просто в Фейсбуке меня нашла и прислала сообщение. Она так и пишет, мы с вами не знакомы, но я хочу поделиться свидетельством, потому что оно связано с вами. Это было в 2015 году, с ней произошло чудо. Она заболела, не помню точно, что с ней было, но там что-то серьезное, что-то с ногами, у нее отняло ноги. Она не могла ходить. Она прошла несколько частных клиник, обратилась к частным, дорогим клиникам, и ей везде отказали. Она вынуждена пойти в обычную государственную клинику, где не могли ей отказать, просто должны были принять. Но клиника переполнена, ее положили в коридоре. Ее положили в коридоре, и ничего не... Ну, лежи, как обычно бывает. Она говорит, на моих глазах в этот коридор свозили людей, которые уже умирали. Ну, то есть обреченные. То есть я была в атмосфере смерти просто. Я смотрела, как люди умирают, и лежусь посреди них. Вот просто жизнь закончилась. Говорит, в какой-то момент, она говорит, я услышала внутри себя голос. Для меня это само было, я никогда такого не... Она говорит, я внутри себя услышала голос. Послушай, Виталия Ефремочкина. Говорит, я ни разу вас не слышала раньше. Вот я услышала. Я, говорит, взяла компьютер, открыла гугл, вбила. Мне высветились песни, я начала их слушать. Говорит, я слушала песни сутками, реально, в буквальном смысле. Говорит, если я вынимала наушник, у меня возвращалась боль. Я одевала прославление, говорит, я чувствовала себя хорошо. Говорит, сутки, 10 суток, непрерывно, говорит, я слушала прославление. Говорит, меня перевели уже в индивидуальную палату. Говорит, через 10 суток, говорит, ко мне пришел Бог. Реально, говорит, она, говорит, ко мне пришел в облаке яркого света. Бог явился, прикоснулся и исцелил меня. И дал мне понимать, что я должна ему служить. Сегодня я вместе с мужем, мы служим в прославлении, в церкви. Она абсолютно здорова, хотя ей врачи четко сказали, либо будешь инвалидом, либо вообще не будешь жить. Вот в тот коридор ее и положили. Да, и она полностью жива, полностью восстановлена. Читаешь такое, да, действительно, вот они свидетельства. А бывают свидетельства еще другого характера. Я приехал, я уже не помню, какой город. Мы приехали, делали вечер хвалы. Сделали праздник, все хорошо. Подходит мужчина, простой обычный мужчина. Подходит и говорит, вы меня не знаете, но я благодаря вам принял Бога. Я думал, вау, поделитесь, мне интересно. Он говорит, я водитель автобуса. Простой водитель автобуса. Говорит, однажды в моем автобусе кто-то забыл ваш диск. Вот представляете? Просто кто-то забыл ваш диск. Удивительно. А говорит, с последней конечной остановки, когда все выходят к депо, мне нужно ехать через весь город где-то на протяжении 30 минут. Говорит, я поставил диск и ехал слушал. Мне, говорит, так понравилась песня, они зашли в мое сердце, что на протяжении полугода, говорит, каждый день, каждый вечер, когда я воздушал, я, говорит, скучал и слушал, говорит, диски. Через полгода я, говорит, принял Христа, нашел церковь. И вот сейчас, говорит, я пришел в вечер хвалы, где вы приехали. Вот казалось бы, вот такая судьба, да? То есть Бог вошел туда, где я не мог войти. И Бог делал там работу. И Он продолжает делать работу. Так это всего лишь одно из откровений. Это то, что вот вы слышали, да, вы знаете. Я же говорю, в тот момент, в тот момент, я написал несколько пунктов. И сейчас я всего лишь озвучил один. Но в моей жизни все эти пункты сегодня реальны. Господь верен своему слову. Бог сражается за свое слово. Бог действительно сражается. Там, где прозвучало Божье слово, Бог за это слово сражается. Это очень важно. Многие люди, они, к сожалению, они пытаются придумать себе откровения. То есть они не ищут от Бога откровения. Они просто смотрят так. Так, чем мы же заняться? Чем заняться? О, буду я для Бога делать вот это? А важно не придумать, а важно получить. Потому что все, что связано с Богом, мы должны делать по Его слову. Как Давид. Помнишь, Давид, было на сердце построить храм. Классное желание для Бога построить дом. Но Бог остановил. Говорит, я ни разу не дал слова этого. Говорит, я, Бог. Я хоть судьям или кому-то, священникам, левитам, хоть кому-то сказал, что мне некомфортно, построите мне замок. Никому. Поэтому он остановил. Желание понравилось. Но Бог остановил. А потом дал слово. Говорит, не ты, сын твой. То есть у Бога есть слово, что есть предназначение для каждого человека. Есть те люди, которые должны что-то сделать. Но желание понравилось. О чем это говорит, что когда у тебя есть желание, не надо спешить делать его, лишь бы сделать. Пойди все равно с Богом и посоветуйся. Бог, у меня есть такое желание. Вот я бы хотел тебе служить. Получи от него откровение, что ты должен делать. Потому что ты состоишься там, где прозвучало его слово. Аминь. Это классное откровение. Потому что очень много. И нам приходит свидетельств много, что я там и то хочу делать. И это вроде я там уже распыляюсь по всем фронтам. Как бы ниоткуда нет вот этого такого внутреннего свидетельства. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Когда ты точно знаешь, что это сказал Господь. Не кто-то другой. И не ты сам себе придумал. А вот это реально слово Божье. Знаешь, когда-то я заставил себя проверять. Да, верно. Заставил проверить свои откровения. Потому что, ну действительно, мы люди, нам только дай возможность что-то придумать. Мы же всегда знаем, как лучше. Ну всегда. Я просто получил откровение, когда прочитал вот это место, эту историю, когда Моисей был на горе и получил от Бога четкие указания, как построить Скинью. Я тогда читаю, я удивляюсь. Я думаю, Господи, ты вот сказал, каким сделать ковчег. И говоришь, сделай так, как я тебе сказал. Потом, как сделать крышку, описал, сделай так, как я сказал. Потом, описал, как это сделать. Ну что ты повторяешься каждый раз? Потом я понял, потому что мы люди, мы же знаем, как лучше. Потом Бог каждый раз говорит, так, как я тебе сказал, так, как я тебе сказал. И вот я понял, что мы любим придумывать. Поэтому я в какой-то момент понял, что в моей жизни уже очень много всего, что я сам себе придумал. И занимаю этим много времени, и какие-то откровения в итоге отодвигаю, которые от Бога. И я стал проверять, каким способом, вопросом, зачем. Зачем я это делаю? Зачем я делаю вот это? Вот в служении Богу, зачем я это делаю? Знаешь, в чем особенность? Мой мозг, личный мой мозг, он в какой-то момент останавливается. Он не может ответить. То есть я спрашиваю, допустим, зачем? Сам у себя спрашиваю, зачем я делаю это? Отвечаю. И опять спрашиваю, зачем я это делаю? Отвечаю. Опять спрашиваю, зачем? Оп, стоп. Не могу понять. У меня нет ответа. А там, где Божье откровение, Бог дает ответ. Я говорю, зачем? У меня закончились, а Он мне ответ дает. Почему? Бог сражается за свои откровения. А Он источник мудрости. У Него всегда есть ответ. Всегда. И я понимаю, вот это от Бога. А вот это, это шелуха от меня. Это шелуха, она не нужная. Я должен сосредоточиться на откровениях, которые Он мне дал. Для Него важно, чтобы я делал это. Ну здорово. Слава Богу. Я хотела спросить, как Ваша команда, вот, вы в таком, наверняка, в едином тандеме работаете, все служите Господу. Вот у всех ли такое понимание откровения о том, как служить? Или, ну, как Вы вообще видите, как должна складываться, формироваться команда, чтобы это служение, оно приносило действительно тот плод и то предназначение, которое, да, Господь хочет? Ну, для меня лично команда, это в первую очередь, я бы назвал бы это прообраз семьи. То есть в команде должны строиться отношения, подобные семейным отношениям. То есть доверительные. Вот. Мы должны доверять друг другу. Потому что даже если в команде кто-то из людей, он еще не имеет таких взаимоотношений с Богом, как, допустим, имею я, если у нас будут доверительные отношения, я смогу ему показать эти отношения. Он сможет их увидеть во мне, потому что он доверяет мне. Он будет прислушиваться ко мне. Это очень важный такой момент. То есть я не должен его, эй, пойди где-нибудь пока посокрушайся в пустыне, там, как только твои отношения возрастут, тогда приходи, будем работать. Нет. Вот. Потому что в любой семье есть взрослые, есть дети. Это нормально. Вот. Так и в команде. Есть взрослые, есть дети. И мы должны возрастать вместе. Мы идем вместе. Мы берем эти откровения, соглашаемся в них. Как в слове написано, там где двое или трое. Если двое не согласившись. Вот. Поэтому мы соглашаемся, берем откровения и двигаемся, развиваемся и стремимся к тому, чтобы их реализовывать в жизни. Да. И поэтому в моей жизни несколько команд. Вот. Почему? Потому что несколько видов служений есть. Есть команда церкви, где я служу. Это Киев, церковь нового поколения. Вот. Есть команда. Есть состав команды сборной конференции, то есть движения нашего. Когда мы устраиваем большие конференции, стадионы, дворцы спорта. Мы берем, у нас есть команда, где мы берем сильные стороны с разных мест и делаем общий, общий команд. То есть это уже другие взаимоотношения. И есть у меня команда школ выездных поклонений. Допустим, вот со мной здесь в Питере Роман Коряка, мой коллега, с которым мы ездим по городам, по странам. Мы проповедуем о поклонении. Мы учим о поклонении. Это очень важно, потому что сегодня не так много учений на самом деле о поклонении. Тем более, если углубляться конкретно в профессиональную сторону, то есть конкретно группы прославления, музыканты. Люди часто в прославлении, я заметил такую вещь, они вообще забывают, что их профессия, одна из профессий – это музыкант. Они просто об этом забывают. Они живут в эйфории, что они просто поклонники, левиты, и просто Бог приходит и все за них делает. Но Бог нигде не сказал, что я приду и за тебя что-то сделаю. Нигде Он этого не сказал. Он уже сделал. Он заплатил за каждого нас. Он отдал сына своего ради нас. Но Он в Библии сказал, предоставьте тела ваши. Ваши. Он сказал, предоставь мне свой дух и сердце. Это да, и аминь. Но Он сказал, предоставьте тела. И также Он сказал, по данной благодати я дал вам дарования. Различные дарования. То есть у каждого есть свой дар. У вас свой дар, у меня свой дар. И этим даром я должен служить Богу. Я должен как минимум десятину своего дара посвятить Богу. Хотя бы, да. Хотя бы, да. А по расположению сердца… Так что все сто, да. Здесь уже каждый, кто себе выбирает. Поэтому это очень важно. Для меня это важно. Поэтому когда мы приезжаем куда-то, работаем с музыкантом, мы напоминаем, что, ребят, музыкант – это тоже профессия. Вы приходите здесь к Богу служить этим даром. Вы должны его развивать. Конечно. Не убивать, не умершлять, а развивать. Не делать его глупым, а написано «для разумного служения». Для разумного, да. Вот это очень важно. Да, и аминь. Я абсолютно с вами согласна. И свой дар, свой талант. Я считаю, что обязательно нужно совершенствовать. И Господь еще приумножает. То есть Он прилагает. Если ты чего-то не умеешь, не знаешь, вот как, например, у вас было, вам привезли компьютер, вы еще не знаете этих тонкостей, там всех… Бог прилагает дары. Как диски записать? Да, Он приложил эти дары для своей славы абсолютно точно. Виталий, поделитесь, какой девиз, какое местописание ведет вас по жизни и наиболее откликается в вашем сердце? Их несколько. Да, для каждого его случая свой. Первое, я уже сегодня о нем упоминал, это «Ищите прежде Старства Божьей». Для меня это действительно очень важно. Когда, тогда же, еще в 2004 году, когда я получал откровение, одно из откровений было откровение о молитве. Вот, какой должна быть молитва в моей команде, чтобы Бог благословлял. Вот тогда я понял. И вот именно это слово было для меня эталоном «Ищите прежде Царства». Все остальное приложите. Поэтому мы командой, когда молимся, мы не молимся за оборудование, мы не молимся за наши нужды, мы молимся в молитве, мы ищем Его присутствие. Это цель. Мы собирались на ночные молитвы, команды, и всю ночь мы только занимались тем, чтобы искать Его присутствие. Я повторюсь, как я говорил раньше, Бог многогранен. И мы должны учиться приходить к Богу с разных сторон. И с одной только стороны. Или диктовать, «Эй, Бог, я так привык, приходи ко мне только так». Не, Он же Бог. Давайте не забывать об этом. Вот мы к Нему приходим. А не Он прибегает от того, что мы вдруг решили помолиться. Мы в молитве идем к Нему. Поэтому это одно из писаний. Второе писание касается непосредственно того, как вести прославление в церкви. Я это местописание называю неким рецептом прославления. Да, потому что рецепты прославления нужно тоже не придумывать в своей голове, а брать из Библии. Это правильно. Опираться на Слово Божие – это очень важно. Это записано в царствах, где написано, что левиты певцы, все они, одетые в весон, играющие, поющие, трубящие, 120 трубящих и так далее. Идет перечисление всех. Написано, были как один, играющий и поющий. Это главный вообще эталон всего. То есть мы должны единства добиваться во всем. А в чем? В игре, в пении, в одежде. Написано же про одежду, значит, в ней тоже. То есть во всех вот этих нюансах мы должны добиваться единства. То есть как один, играющий и поющий. Дальше написано громогласно. Это непридуманное слово. Это не выдуманное, потому что, как все говорят, потише, потише сделайте, что вы так кричите? Мы не кричим. Мы исполняем слово Божье. В Библии написано, громогласно славили. Притом несколько раз, я перечитывал много мест писания в Библии. Везде, где касается именно славили Бога, везде было громогласно. Громогласно. Представьте, вострубили, громогласно вострубили. Извините, 120, если я духовой оркестр, 120 человек посажу, и они громогласно вострубят. Без микрофонов, без ничего. Вы уже потребуете, дайте нам киловатт звука, чтобы нормально поющих было слышно. Понимаете? Вот. Поэтому громогласно все, они славили Бога, и написано дальше. И тогда, что означает тогда? Потом, после того, как вы выполнили это, как вы в единстве все это правильно сделали, облако славы наполнило Дом Божий. И написано, не могли священники по причине облака стоять. Что это означает? Это значит, когда ты будешь делать правильно, не будет ни одного равнодушного. Они не смогут просто так стоять. Они не смогут просто так сидеть. Они будут славить Бога. Они будут прикасаться к Нему. Бог будет прикасаться к Нему. Господь живет в словословиях. И для меня вот это место обстояния является важным, как я сказал, рецептом. Потому что это то, к чему мы должны стремиться. Это не должно быть случайностью в наших служениях. Ой, какое было служение в 90-х? Как я часто это слышу. Когда я делаю вечер хвалы и поклонения, кто-то приходит ко мне, вау, как в 90-х. Я говорю, ребят, я не знаю, о чем вы говорите. Я показался в 2000 году. Я не знаю, как было. Я не знаю, что такое 90-е. Я живу здесь и сейчас, сегодня. И Бог сейчас. Здесь реальный. Я не принес что-то оттуда. Я сегодня здесь. И Бог наполняет. Почему? Потому что я исполняю Писание. Я делаю так, как там написано. Поэтому облако славы приходит, и нет ни одного равнодушного. Это рецепт, который мы должны исполнять. Мы должны делать это в закономерности в нашей церкви. От служения в служение. Виталий, у нас остается совсем немного времени. К сожалению, нам хочется у вас больше спросить. Последний мой вопрос. Что бы вы могли пожелать и какой совет дать тем людям, которые ищут сейчас свое призвание, которые все-таки, может быть, путают Божий голос со своим. Что бы вы могли им сказать? Я бы хотел пожелать, наверное, иметь, и не просто иметь, развивать в себе жажду. Почему? Потому что, первое, как научиться слышать Бога? Библия говорит, на жаждущего я и залью. Вот на жаждущего и залью. Что сегодня изливает Господь? Духа Святого на нас. Если мы будем жаждать, то мы его получим. Если мы будем жаждать и ревновать, вот это. Поэтому никогда не гаси в себе огонь жажды. Что бы кто вокруг ни говорил бы. Что бы, какой бы человек, ревнуя о том, чтобы его слышать. И когда ты услышишь его и поймешь, что ты его услышал, будь верным этому слову. Верность – это залог успеха. Неверные люди, они неуспешны. Верность – это очень важно. А что за собой подразумевает верность? Обязательно будут проблемы. Обязательно будут какие-то пути дальше. Исайя написал в Библии, он говорит, написано, слушайте меня, меня с большой буквы, то есть Господь говорит, слушайте меня, знающие правду, имеющие закон в сердце своем. Ведь Новый Завет что говорит? Напишу на скрижалях сердца вашего, закон свой, да? То есть Бог дает тебе откровение. Поэтому это твоя правда для твоей жизни, от Бога. Правда от Бога для тебя. Слушай меня, он говорит, знающие правду. И дальше написано, не бойтесь упреков людей и не страшитесь их оскорблений. Обязательно будет кто-то, кто будет упрекать, и говорить, эй, куда ты лезешь? Эй, вот он сидел там и сиди. Что ты, ну, обязательно, таких находится. Ну, давайте будем реалистами, да? Вот. Но мы не должны бояться. Вообще всю Библию Бог говорит, не страшись и не бойся. Будь мужественным. Будь мужественным. Будь тверд и мужественным. Поэтому мы должны идти вперед. Никогда, вот, не гаси жажду в себе. Ищи то, благодаря чему она будет в тебе развиваться. Окружай себя людьми, благодаря чему твоя жажда всегда развиваться. Потому что мы должны блаженны нищие духом. То есть это постоянно жаждущие. Постоянно жаждущие. Вот это очень важно. Поэтому я бы действительно советовал бы всем, чтобы жажда по Духу Святому нас всегда развивалась, умножала и заражала рядом с нами людей. Аминь. Спасибо вам огромное, Виталий, за ваш такой огонь и в глазах, и в сердце, и в духе. Просто будьте благословенны. Мы желаем, чтобы ваше служение также развивалось, расширялось, чтобы Господь через ваши песни достигал действительно тех людей, куда вы не можете прийти. Пусть это будет большим свидетельством. Пусть он прилагает спасаемых, пусть он прилагает исцеленных, обновленных людей. Поэтому мы просто благословляем вас, благодарим за то, что пришли и послужили сегодня здесь. Дорогие друзья, спасибо вам, что были с нами. Оставайтесь вместе с телеканалом ТБН. Редактор субтитров А.Семкин